Деформация металла и возникновение трещин происходит в результате чередования высоких и низких температур. Трещины в ГБЦ современных двигателей довольно распространенное явление, поскольку большинство голов сегодня отливают из различных сплавов, а не чугуна. Появление трещин в головке блока цилиндров сопровождается целым рядом неприятных симптомов, а также снижением его КПД. Друзья, всем большой привет, вы на канале «Знать полезно» и сегодня поговорим о таком. Как понять, что в головке блока цилиндров есть трещина? В каких местах чаще всего возникают трещины ГБЦ? Как проверить головку на предмет наличия трещин? А также какие способы ремонта трещин ГБЦ существуют? Довольно часто такую поломку ассоциируют с белым дымом из выхлопной, который является якобы верным признаком трещины ГБЦ. Скажу вот что. Такой признак действительно существует, однако нередко проблема проявляется по-другому, при этом цвет выхлопа никак не меняется. Когда между системой газораспределения и системой охлаждения нарушается герметичность, охлаждающая жидкость, то есть антифриз, начинает проникать в моторное масло, оно становится более жидким, меняет свой цвет и начинает пениться. В системе охлаждения при этом появляются следы масла, а масляная плюнка будет и в расширительном бачке. Больше информации по этому пункту вы найдете в моем видео про антифриз, ссылка появится на экране. Если охлаждающая жидкость начинает проникать через трещину в цилиндры, то первое что вы обнаружите это обильный белый дым из выхлопной, а также снижение уровня антифриза. В цилиндрах из-за разжижения масла возникает дефицит смазки, увеличивается трение, а сами поршни отмываются практически до блеска. Появление трещины в ГБЦ в точке контакта с рубашкой охлаждения двигателя может привести к появлению пузырьков в расширительном бачке, а также в радиаторе охлаждения. Это будет заметно во время работы двигателя. Все что нужно сделать это аккуратно открутить крышку радиатора и посмотреть. Обращаю ваше внимание на то, что делать это лучше на холодном двигателе, так как на горячем при попытке открутить крышку радиатора можно получить ожоги, поэтому будьте осторожны. Появление пузырей объясняется давлением, которое поступает от системы газораспределения, поэтому если трещины есть, часть выхлопа будет идти в расширительный бачок и в радиатор. Антифриз поменяет свой цвет и запах, появится отчетливый запах выхлопа, кроме того могут возникать воздушные пробки, патрубки может раздуть и так далее. Поиск трещины в ГБЦ это пожалуй самое сложное, так как она может появиться в разных точках головки блока. Даже опытный мастер не всегда способен выполнить эту задачу быстро, несмотря на то, что трещины в ГБЦ возникают как правило в определенных местах. Далее более подробно о них. Между клапанами. Такой тип повреждения обнаружить несложно, трещину видно между седлами соседних клапанов. Между клапаном и свечой. В этом случае вы также без труда сможете найти место повреждения. Под направляющий клапан. В таком месте обнаружить трещину довольно проблематично. Она покрыта направляющей втулкой, кроме того в канале темно. Визуальный метод обнаружения в данном случае не подойдет. Способы проверки головки блока цилиндров на наличие трещин. Данный метод считается одним из наиболее оперативных и точных. Принцип проверки следующий. Головка устанавливается на специальный магнитный стенд, после чего головка посыпается металлической стружкой. В местах трещин стружка не может примагнититься, что и будет свидетельствовать о наличии трещины в конкретном участке. Для данного метода потребуется специальная жидкость. Головка полностью очищается от грязи, затем обезжиривается. Красящая жидкость наносится на чистую поверхность и после нескольких минут удаляется при помощи тряпки. Любые, даже малейшие трещины и дефекты будут окрашены в цвет жидкости и вы без проблем сможете увидеть их. Принцип заключается в том, чтобы подключить головку к компрессору, предварительно загерметизировав в ней все отверстия. Далее ГБЦ погружается в ванну с водой. Если в головке будут трещины, они так или иначе проявятся в виде пузырьков воздуха. Таким образом вы сможете увидеть в каком месте есть трещина, после чего можно произвести более детальное изучение повреждения. Существуют разновидности данного метода. Например, некоторые не погружают голову в ванну, а просто наливают воду в нее, после чего подают воздух под давлением. Кстати, если вам известны другие способы, как обнаружить трещины в головке блока, напишите о них в комментариях. Любая информация очень важна и может кому-то помочь. Поэтому давайте будем солидарны друг с другом. Существуют разные способы ремонта ГБЦ и каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Наиболее качественным и эффективным считается сварка трещин. Для ремонта используется специальный материал, который по своему составу близок к составу ГБЦ. Он способен выдерживать высокую температуру и обладает стойкостью к расширению во время нагрева и охлаждения. Сварка трещины в головке блока производится после тщательной подготовки места повреждения. Производится зачистка, расширение и углубление трещины для того, чтобы шов имел лучший контакт сцепление с телом блока. Канавку расширяет до 6-8 мм в глубину и ширину, после чего ГБЦ нагревают до 200-250 градусов, чтобы снизить напряжение в металле, а также избежать растрескивания шва при остывании и повторном нагреве. Сварка производится либо с использованием газовой горелки, либо при помощи аргонно-дуговой сварки. По завершению работ шов следует зачистить, а также произвести фрезеровку и полировку. После завершения ремонта поврежденное место снова проверяется и по результатам проверки головка либо устанавливается на место, либо подвергается повторному ремонту. Преимущество такого ремонта в его надежности. Шов получается очень прочным, а новые трещины больше не возникают. Недостаток данного способа ремонта в том, что сварка есть не у всех. К тому же такой ремонт будет стоить намного дороже по сравнению с альтернативными. Менее эффективные способы ремонта трещин – это холодная сварка и установка штифтов. Первый вариант предусматривает обработку места повреждения, углубления трещины для лучшего контакта, после чего на трещину наносится слой холодной сварки. После остывания место обрабатывается напильником, болгаркой или специальными насадками на дрель. Второй вариант – установка штифтов. Данный способ ремонта заключается в расферливании места трещины и установке по всей ее длине медных штифтов. Каждый последующий штифт должен идти внахлёст предыдущего, таким образом, чтобы перекрыть стык полностью. После кончики подрезаются, но не до конца. Торчащие остатки медных штифтов расклепываются молотком, образуя сплошной шов. При необходимости улучшить эффект можно при помощи эпоксидки или холодной сварки. Плюсы такого ремонта в бюджетности и простоте выполнения. Заклеить трещину в ГБЦ холодной сваркой может каждый. Для этого не нужно иметь какого-то спецоборудования или навыков. Недостатки двух последних способов в том, что шоу получается не таким прочным, как в случае со сваркой. Ну вот собственно и все. Спасибо всем, кто досмотрел до этого места. Для меня это признак того, что видео вам понравилось. Следовательно, на мой взгляд, вполне логично подписаться на канал, чтобы в будущем регулярно смотреть подобные видосы. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите в комментариях, что вам известно по данному вопросу и делитесь этим роликом со своими близкими. Пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Знать Полезно. Пока!